Здравствуйте, коллеги! С вами Саков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Илон Маск закупился биткоином, фондовый рынок продолжает расти, позитивные отчеты поступают и на этой неделе, также нефть обновляет локальные максимумы, но об этом всем мы поговорим сегодня. Ну а также напомню перед началом видео, если вы забываете ставить это в конце, то поставьте вначале лайк, если вам они нравятся, ну и также вопросы, конечно, оставляйте в комментариях. Конечно, ключевым событием этой недели является заявление компании Tesla, именно Илоном Маском, о том, что они купили биткоины на сумму 1,5 миллиардов долларов для того, чтобы как раз иметь возможность вести взаиморасчеты в данной криптовалюте, но также они заявили о том, что будут принимать оплату за, соответственно, за свои машины в биткоинах. Конечно, это может стать новым витком развития криптовалют, что, в принципе, уже мы видим с точки зрения показателей самого биткоина, уже новый исторический максимум, уже больше 40 тысяч стоит биткоин, хотя недавно он стоил всего лишь 3 тысячи после той коррекции, которую мы видели за последний год. Посмотрим, насколько действительно это пройдет, потому что все равно есть некоторые регуляторные особенности использования данной криптовалюты, но уже первый ход, что называется, сделан. А еще одной из новостей, которые сейчас поступают на рынки, это импичмент Трампа. Трамп уже ушел, а импичмент остается, но Сенат все-таки хочет вынести ему, сделать импичмент, чтобы он в дальнейшем не смог занимать посты, потому что есть вероятность, что он пойдет вновь баллотироваться уже в следующем году. Вот чтобы как раз ограничить эту возможность, данный импичмент и будет проводиться. Ну, видимо, он всем там сильно очень насолил, никто его не хочет больше видеть в Белом Доме, в первую очередь Сенат. Ну, а в целом по фондовому рынку мы с вами видим то, что рост продолжается, позитивные отчеты поступают на рынок, хорошие отчеты были у Twitter, Lyft, Cisco. Мы видели вновь локальный максимум, Dow Jones тоже подрастает. Собственно, пока позитив, он, бессловно, также остается на рынке и данную динамику мы видим. Но пока, с точки зрения, опять же, фондового рынка, он продолжает расти, а вот валюты, в том числе американский доллар, мы видели падение последней несколько торговых сессий по австралийцу в это движение вошел, по остальным инструментам не смог войти, поэтому сейчас я думаю о том, чтобы как раз немного идти уже в сторону повышения американского доллара, но об этом мы посмотрим, когда перейдем уже непосредственно на рынок. Ну и также обсудим уже непосредственно нефть. С точки зрения текущих инструментов по евро-доллару, в целом, да, мы видим, что у нас тренд, который начался в марте прошлого года, он сохраняется восходящий. Подобную коррекцию мы видели летом прошлого года и вполне вероятно, что ситуация здесь тоже может повториться, но вероятность еще одного снижения здесь пока не исключается. Поэтому скорее всего по евро-доллару, если цена не уйдет выше как раз локальных максимумов, которые были сформированы ближе к концу января, то здесь я попробую, ну вот именно с текущих уровней, я бы попробовал открыть сделку на продажу с целями еще одного снижения в области 1.1960, если опять же сформируется подходящий для этого паттерн, который согласуется с моей торговой стратегией. Я бы его покупал, но цена не дошла до моего от ложного ордера, поэтому здесь уже цена, ну данный ордер уже не актуален, его я могу удалить. А вот в том случае, если как раз будет еще одна волна снижения, то здесь, наверное, частью объема я с большей вероятностью уже в данную ситуацию войду. Здесь, потому что все-таки рынок подрастает, вот американский доллар подрастает тоже вместе с фондовым рынком и вот эта раскорреляция сейчас она тоже крайне видна. Поэтому здесь нужно к этому моменту приготовиться, возможно, сейчас, но опять же по текущему уровню самое лучшее время для того, чтобы покупать, может быть, продать, но вот купить уже опять же в области 1.1960. По британской валюте здесь мы видим вновь перехай, вновь мы обновили локальный максимум, тенденция здесь сохранится восходящая и в целом мы видим технически то, что инструмент перекуплен, поэтому вероятность коррекции, конечно, становится все выше и выше, но новых покупок здесь я не открывал, пока, как я уже говорил, данный инструмент не рассматриваю. По паре американский доллар, канадский доллар, движение нисходящее здесь продолжилось, пока мы не обновили локальный минимум, там есть цель как раз этого движения по данному нисходящему движению, которое мы видим по данной паре и посмотрим, где опять же останется данное падение. Вполне вероятно, что с текущих уровней доллар тоже может развернуться, соответственно, и пойти дальше на укрепление, поэтому это тоже держу в фокусе своего внимания. Пара американский доллар, японская иена, вот здесь был интересный момент для того, чтобы как раз его продать, сигнал, ну точнее сигнал мог бы поступить в понедельник, но открытие все-таки было в рамках дня именно пятницы, поэтому здесь я в покупки, в продажу, прошу прощения, не входил, хотя движение было довольно-таки неплохое, но сейчас, опять же, после того движения, которое мы видели коррекционным, мы подошли к области поддержки, вполне вероятно, что с этих уровней мы тоже можем развернуться, поэтому по доллар-иене я для себя пока бы не исключал возможности покупок, потому что в свете последних как раз двух месяцев мы видим, что интернет цена есть восходящая. Да, есть область сопротивления на максимумах середины ноября в области 105-60, но вполне вероятно, что ее можем преодолеть, поэтому если появится сигнал как раз на восстановительное восходящее движение, скорее всего, это будет, сигнал может поступить только завтра или в пятницу, то по доллар-иене тоже я в покупки войду с целями как раз движения в область максимальных значений начала февраля. По австралийцу тоже ситуация похожа, здесь был неплохой уровень для входа как раз на продолжение восходящего движения, в эту позицию я вошел, но и, собственно, вчера из этой позиции тоже вышел, взял довольно-таки неплохое движение, но объем был чуть меньше, поэтому в деньгах сильно не существует, в рамках одного процента к счету. Соответственно, здесь, если также появится, то есть мы видим то, что в целом не может пока американский доллар падать дальше, то есть ему не дают это сделать. Соответственно, в этой связи здесь я тоже не исключаю уже возможность еще одного нисходящего движения, мы скорректировались, поэтому по австралийцу тоже я для себя рассмотрю возможность открытия сделок на продажу, опять же сигнал может появиться в четверг или пятницу, не сегодня, сегодня сигнала нет. По новозеландцу, но здесь больше такой боковик, опять же мы скорректировались от области поддержки, пока здесь ничего интересного, поэтому новозеландца пока оставляю. Сейчас в новозеландии тоже может перейти в фазу нисходящего движения, если сегодня сможет закрепиться как раз ниже минимальные значения, которые были сформированы вчера, то как раз вот этот сигнал может поступить здесь чуть раньше. Возможно, по новозеландцу тоже позицию открою, как раз от области сопротивления, которую мы видели во второй половине января. Золото. По золоту я для себя, да, планировал покупки и уровни были довольно-таки неплохие, но цена не скорректировалась, так как по тем ценам, которые были, я не мог входить с точки зрения риск-менеджмента, поэтому здесь я в данную позицию не вошел, но в целом, опять же, у нас тенденция сохранится нисходящая, золото торгуется в области сопротивления и здесь продажи, еще раз продажи я тоже рассмотрю, опять же, если будет хороший уровень для входа, если я смогу получить разумное соотношение риск-прибыль, то золото на продажу здесь я войду. Это ближайшие планы, которые я для себя рассматриваю, опять же, пока сигнала здесь тоже нет. DAX. DAX немного корректируется, в отличие от индекса S&P 500 во вторник и сегодня, в среду, пока мы торгуемся ниже максимум, которые были сформированы в пятницу, да, пока с точки зрения часового таймфрейма мы можем говорить о том, что здесь идет коррекция. Вопрос, где она завершится. Если мы опять опустимся в область 13400, может быть, еще ниже, то тоже DAX для себя посмотрю именно с точки зрения покупок по более низким ценам, конечно, не по текущим. Ну и по S&P 500, как я уже сказал, локальные максимумы обновились, сегодня фьючерс тоже на премаркете обновляют локальный максимум, поэтому пока здесь движение остается восходящим, впрыгивать в него уже поздновато, ну а с точки зрения дальнейших действий ждать коррекцию, заходить уже непосредственно после данной коррекции. Ну и нефть марки Brent в февраль продолжается крайне позитивно, уже торгуемся по 61.52, здесь как раз идет позитив с точки зрения восстановления экономик после коронавируса, цельвые уровни здесь я вижу в области 70. И скорее всего, возможно, проведу фиксацию по своим акциям, которые у меня есть в нефтяной части и когда нефть дорастет до 70, уже буду закрывать позиции, например, по тому же ExxonMobil, который у меня есть в моем портфеле. В целом, опять же, рынки движутся, рынки крайне активны, ждем, ну я лично для себя пока жду именно укрепления американского доллара и в этом направлении как раз я буду искать для себя позицию, но также продажу по золоту. Все остальные инструменты или перекуплены, как DAX и S&P 500, конечно, хотелось бы их купить, но не сейчас. Будет коррекция, соответственно, будет возможность зайти в эти инструменты еще раз. Ну а на сегодня это все, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.